Люди выбирают передвижение на велосипеде по объективной причине. Это возможность придерживаться здорового образа жизни. К слову, перемещаться на двухколесном транспорте удобно. В городе обозначены велодорожки. И не надо долго искать места для парковки, что, несомненно, в областном центре является значимым преимуществом. При этом оседлать велосипед или самокат несложно. С такой задачей справляются даже маленькие дети. Но сколько бы колес у транспорта не было, необходимо помнить, что дорога – место повышенной опасности, а значит, без соблюдений правил никуда. Согласно пункта 148, велосипедисту разрешается двигаться по велосипедной дорожке. При отсутствии велодорожки разрешается движение по пешеходной дорожке, тротуару, либо обочине, не создавая препятствия для движения пешеходам. И уже при отсутствии данных элементов дороги можно двигаться по краю проезжей части, не далее одного метра от края. При этом детям в возрасте до 14 лет выезжать на дороги общего пользования на велосипеде категорически запрещено. Разрешается только в сопровождении взрослого участника дорожного движения. Кроме того, каждый велосипедист должен помнить, что на нерегулируемом пешеходном переходе необходимо спешиваться, вести свое транспортное средство в руках, предварительно убедившись в безопасности дорожного перехода. К сожалению, не все соблюдают это правило. Нарушая, они ставят под угрозу собственную жизнь. И, как показывает статистика, задуматься есть над чем. С начала текущего года в области произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, за нарушение правил дорожного движения велосипедистам предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Если же в момент нарушения правил дорожного движения велосипедист находится в состоянии алкогольного опьянения, то штрафная санкция суровее от 3 до 5 базовых величин. А если же создает аварийную обстановку, то штрафная санкция до 8 базовых величин. Во время проведения акции «Два колеса двойной опасной» сотрудники ГАИ, встречая велосипедистов, проводили с ними профилактические беседы и раздавали листовки, в которых подробно описаны необходимые правила безопасного передвижения по дорогам, а также разъяснена ответственность за нарушение этих правил. Водители двухколесного транспорта в беседе с хранителями дорожного правопорядка отмечали, почему так важно соблюдать правила, и показывали свои знания. Когда едешь, надо смотреть, если есть какие-нибудь пешеходы, например, с детьми или в возрасте. Ну, в общем, надо всегда чуть-чуть скорость снижать, когда есть люди, потому что, ну, понимаешь, что у тебя более такая скоростная возможность движения, поэтому, чтобы можно было что-нибудь предотвратить. Особенно, если ребенок, потому что он непредсказуем, он в любой момент вроде рядом с мамой и в то же время может сейчас побежать. Я считаю, что надо соблюдать обязательно правила дорожного движения, сколько бы вам лет ни было, чтобы вначале обезопасить себя и людей, которые передвигаются на автомобилях. Надо аккуратно переходить дорогу, чтобы, а то машина может поворачивать, ей можно поворачивать в сторону, и поэтому надо ехать аккуратно ребенку рядом с папой. Профилактическое мероприятие «Два колеса двойная опасность» будет продолжено. Есть надежда, что любители нарушить или полихачить на дорогах теперь находятся под присмотром.